здравствуйте друзья доброе утро едно урок сегодня у меня с утра урок по поиску работы в группе которая завершается и тот меня немножко подгрузила всякими делами и я вчера вот только один сюжетик все повесил обычно это больше бывает и вот с утра я еду спешу вопрос там посмотреть распечатать не успеваю в общем вот так так поболтать что у нас происходит в царстве государстве нашим значит уже слава богу сняли сняли подручные трампа значит сняли с обамы обвинение в том что он его на прослушку поставил говорят ну вот уже был один там республиканец ответственный который тоже ну как всегда пресса виновата то есть говорят нельзя же так буквально воспринимать что там президент говорит понимать ну такой президент просто надо нельзя буквально и его значит значит не ставили его на прослушку год что вот ну нет как ну нет конечно прослушку не ставили и даже в более широком плане начнут здесь прослушка есть наблюдение вот на наблюдение тоже не ставили ну то есть вот уже как бы но не было этого не было так вот естественно никто не извиняется там вот не знаю что там с этим получится но это не те люди которые извиняются насколько я помню за всю избирательную кампанию трамп извинялся только один раз когда вот вышла с пленку опубликовали где он там объясняет что если селебрити то можно там женщин хватать за причинные места и они не не пикнут потому что селебрити его можно вот значит вот а вот он тогда что-то вдруг взял и извинился хотя мог бы тоже на прессу и там на кого-то я не знаю что еще у нас тут происходит скандал разворачивается большой по поводу того что у нас будет если применить внедрить как бы ту реформу здравоохранения которую предлагают республиканцы то есть сказать что республиканцы именно предлагают так нельзя сказать но вот какие-то какая-то группа там вот в конгрессе потому что сами республиканцы и слева и справа эту группу очень сильно критикуют потому что там предусмотрены какие-то субсидии государственные может быть не такие большие как обама керри но в общем ну да тоже совсем республиканцы как вы чё с ума сошли государство вмешивать вот а есть другие более либеральные те говорят ну как же все-таки там надо быть что-то побольше поэтому единство там по этому поводу нет и никогда не было но тут есть независимая организация очень серьезно независимая организация такая абсолютно внепартийная и так далее которая опубликовала как бы расчеты подсчеты и это вызвало ярость совершеннейшую вот в республиканском лагере но вот в том который подает эту реформу и реформы да и подсчеты расчеты говорят что там ближайшие там восемь лет 24 миллиона людей лишатся страховки и сколько это будет стоить и в общем совершенно очевидно что денег никаких нет и там еще какие-то вещи происходят сейчас я объясню что значит если сегодня вот за все это платят ну как бы богатые да по обама керу значит люди начиная от 250 тысяч доходов на семью и выше они там каким-то налогом облагаются прогрессивным так дальше значит вот эта часть отпускается то есть богатые вот так условно богатые сэкономят много-много миллиардов долларов а стоимость страховки будет увеличиваться причем так серьезно увеличится с возрастом то есть вот начиная с 65 как бы да у нас есть medicare а вот до 65 например вот 64 года да вот на грани так вот я приближаюсь к этому возрасту и там пример приводили что вот человек там зарабатывает 24 тысячи год и победе керу бы я здесь по обама керу он платит сейчас 1700 в год за страховку субсидированы а вот после отмены обама кера он будет платят по этой реформе он будет платить 14000 из 24 заработанных ну короче начинается такой скандал и республиканцы многие вопят и демократы оживились знаете вот с момента выборов на президентских демократы как-то в раздрая в таком были то есть у них не было никакой такой повестки дня вокруг которой можно было бы сплотиться и флагом махать и вдруг этот флаг появился им дали этот флаг и вот значит там миллионы людей остаются без страховки одновременно с этим значит сказано было с республиканской стороны что ни один человек у него не ухудшится ни у одного человека не ухудшится вот его покрытие медицинское то что он сейчас имеет ни у одного человека хуже не станет мы это слышали все от обамы тоже что если хочешь свой нынешний план держать держи на здоровье это не повлияет на тех кто с этими планами и тогда это полная просто настоящим даже нельзя как сказать на уровне уже криминала буквально это это просто вот эти часто тем же путем значит в общем вот такой скандал идет и чем кончится мы не знаем естественно пытаются дискредитировать организацию которая независимая и которые очень авторитетная пытаются ее дискредитировать что мол вообще это люди которые считать не умеют вообще неправильные какие-то люди и вообще все что они говорят неправильно так что в общем такая интересная вот ситуация что еще у нас у нас до конца апреля должны принять там значит ну так такие их часто принимают такие законы как бы об увеличении заимствования там государственного долга чтобы покрыть потребности правительства в деньгах это как бы чисто техническая казалось бы штука но тут начинается такая история что они должны договориться в конгрессе так как деньги тратить и сейчас по этому вопросу в сенате надо иметь большинство 60 человек надо иметь из 100 то есть это не 51 которые в принципе но можно сказать что есть у республиканцев хотя условно есть пускай есть такие республиканцы как бы склоняются так на демократическую сторону но тем не менее казалось бы у них может быть и есть но 60 у них точно нет поэтому как бы договариваться но до сегодняшнего дня они не пытались договариваться до сегодняшнего дня они занимались выкручиванием рук и как бы нет и нет пошли нафиг мы сами все решим вот тут у них интересная такая ситуация будет и очень сложно договориться потому что в этом бюджете чтобы договориться они должны не включать туда расходы на усиление вот этих воды депортационных как бы дел они не должны включать туда забора своего мексиканского они не должны включать туда лишение средств есть такая интересная система называется плэнт пэрэнт ход вот как бы хотят у них тоже денежки забрать что-то типа нифига а это как бы с точки зрения демократов очень важная система короче вот люди которые в конгрессе работают они на самом деле кулуарно все время договариваются они они умеют они понимают они в общем по-своему ответственные поэтому то есть кроме кроме идеологически чехнутых там есть вполне разумные люди поэтому они там кулуарно пытаются сформировать такой неконфликтный бюджет который может собрать 60 процентов голосов в сенате но но точно мы не знаем вот если если не получится это все тогда у нас правительство останется без денег так называемый шатдаун наступает и такая история уже была этот шатдаун спровоцировали по-моему это был одиннадцатый год я не помню а может быть может быть не так давно этот шатдаун спровоцировали республиканцы которые отказывались голосовать в поддержку бюджета требуя убрать оттуда деньги для обама керр но это была чистая провокация потому что у них но не было ни большинства не мандата ничего такого у них не было но вот просто пользуясь там ситуацией они пытались это сделать страна какое-то время было значит там ситуацию от этого гаван шатдауна частично кредитный рейтинг страны упал и в конечном счете как бы ударило по республиканцам уже как по безответственным людям которые но просто провокаторы безответственны но почему я говорю потому что привести страну в состоянии от этого гаван шатдауна этот это обоюдоострое такое удовольствие потому что с одной стороны ты может быть там показал кукиш кому-то но с другой стороны может оказаться что ты себе два показал в том смысле что отношение населения к этому делу может быть крайне негативным уже как бы на всю страну влияет тогда не не можете договориться а страна должна страдать вот такого плана то есть как бы доверие снижается такая вот была история и вот это то что у нас тут ближайшие там ближайшее время намечается я думаю так что у нас тут еще такого ну пишут еще много о том что какой-то там снежный врагам должен собственно уже стучится там по нью-йорку и окрестностям ну я даже не знаю честно говоря деталей поскольку от нас далеко и если там что-нибудь такое произойдет я может быть тогда посмотреть что там происходит я расскажу вот пока вроде ничего такого ну ну снег хотя что раз март а чё в марте снегу не быть правда марта и марта снег а тут стройки со всех сторон вот у нас еще вчера с интересным человеком побеседовал он приехал к нам и собирается учиться там через пару недель группа начинается мы с ним так заболтались наверное боюсь соврать часа полтора на с ним разговаривать из москвы приехал дяденька очень интересный такие вещи рассказывает как-то так вот на фоне массового оптимизма с которым я сталкиваюсь вот человек как бы был совершенно в другом настроении и так я его послушал но если так сложится и он захочет у нас на канале может чем-то рассказать я его приглашу дальше видно будет так 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 да еще у нас тут какая-то какие-то люди мне даже пришлось некоторых бан отправить какое-то состояние яростное такое пришли от того что у нас вот там показали мартура извинницы который там на политику подал и так далее вот какие-то такие патриоты не знаю с той стороны с этой меня-то в его истории заинтересовал именно переход через границу то есть вот я эту историю слушал я подумал очень много вопросов о том вот как перейти границу там и так далее и и что при этом будет и вот это интересный для меня был очень интересный случай с тем что бывает когда люди переходят границу то есть не то что его супруга пришла на границу это меня муж там по турбизе дайте мне зайти это не садится не так было то есть она пришла к границе и говорит я хотела бы подать на политическое убежище пару дней они подержали в тюрьме но поскольку у них там специальных таких мест нету где народ держать особо вот они его нашли и говорят приезжали забирай свою жену у них грубо говоря подписка о невыезде у нее вот так что она на какой-то территории там может находиться достаточно обширный вот поэтому мне просто было интересно вот что происходит пришел человек и говорит я вот так ну хорошо там будут тебя родственники есть пусть они тебя забирают это был очень для меня это было неожиданно такой опыт я подумал что наверное вам будет интересно значит политические взгляды там тех или иных людей мы не разбираем и я вас уверяю что люди которые приезжают например из украины и подают на политическое убежище если бы вы знали как бы те обстоятельства в которых они находятся или скажем так с которыми они идут обращаются за политическим убежищем может быть вы бы сильно огорчились но правда мы мы не в этом бизнесе мы не разбираем вот эту часть хотя я например много слышал неоднократно что там за должность там хирурга например именно про врача я слышал что там заплатить мы мы очень много видим и слышим и читаем о коррупции в украине чудовищный и так далее поэтому она есть как бы я не знаю я в этом не увидел там каких-то особых позиций по которым надо было бы возмущаться кричать там и там еще чё-то ну хорошо я просто чем говорю что есть у нас правило такое существенно я напоминаю состоящее в том что гости канала то есть люди которые выступают и что-то рассказывают они находятся под защитой как бы моей личной ну или канала в целом поэтому нападать на людей которые что-то рассказывать нельзя не хотите не слушайте да значит нападать на людей нельзя потому что если мы будем на людей нападать то не останется желающих ничего рассказывать и это как бы фактически действия которые направлены против канала поэтому у меня никакого выбора не остается кроме как лишить возможности людей которые это делают делать это в дальнейшем так что вот не 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 приводите меня в эту точку и не нападайте на тех кто выступает вы не обязаны соглашаться вот но в истерике биться оскорблять там и так далее это абсолютно никуда не годится так что вот такие дела а я приехал на работу счастливо